Период вакцинации против гриппа завершен. Эпидемиологическая ситуация на территории нашей области оценивается как стабильная. Однако Роспотребнадзор прогнозирует повышение заболеваемости гриппом, поэтому самое время задуматься о профилактике уже сейчас. Каждый день покупаю аскорбинную кислоту с глюкозией из аптеки. Витамины пью. Я стараюсь не контактировать с больными людьми. На свежем воздухе гуляю. Ничего особенного не делаю. Аксолинкой нос помазать, еще что-нибудь в этом роде. Нормальный образ жизни веду. Лекарства принимаю. Что касаемо профилактики гриппа, вы должны понимать, что она бывает, как и при любой болезни, специфическая и не специфическая. Специфическая профилактика – это то, что воздействует на сам вирус гриппа. Прежде всего, это вакцина-профилактика. По итогам прививочной кампании 2016 года за счет средств федерального бюджета вакцинировано более 616 тысяч человек. Из них 207,5 тысяч детей и 408 тысяч взрослых. Всего, с учетом всех источников финансирования, привито 656,5 тысяч человек. Это треть населения области. Профилактика не специфическая – это защищать себя от чихающего, кашлящего человека, который является источником инфекции. Также врачи рекомендуют пользоваться маской в местах скопления людей. После посещения улицы и общественного транспорта тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа. А помещения, в которых вы находитесь длительное время, проветривать и делать влажную уборку. И, конечно же, есть как можно больше витаминов. Эффективным методом профилактики гриппа принято считать закаливание. Александр уже 4 года ныряет в прорубь по несколько раз в неделю, а также занимается спортом и ведет здоровый образ жизни. Приходится уделять этому немало времени, но о простудных заболеваниях он давно не вспоминает. Постепенно с осени начали закаляться, начали купаться в Урале. И постепенно-постепенно вошли в зиму. Самочувствие просто замечательное. Организм крепкий и к всему готов всегда. Летом уже хочется зиму быстрее для того, чтобы именно окунуться в прорубь. Для того, чтобы организм воспитал этот прилив энергии, бодрости. Заряд такой прям хороший получает на всю неделю. Начинать закаляться врачи рекомендуют с принятия контрастного душа, постепенно переходя к обтиранию мокрым полотенцем и обливанием холодной водой. Наибольшую опасность грипп представляет для малышей младше трех лет, а также для людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. Для этих категории населения грипп может стать смертельно опасным. При первых признаках заболеваемости врачи настойчиво рекомендуют не ходить на работу и учебу, а также не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к врачам. Наталья Богданова, Олег Берендеев, Иван Медведев, городской телеканал ЮТВ.